Всю ночь шел разбор завалов на месте взрыва в набережной Челнах. Он прогремел накануне в 17.15. Пострадали четверо, одна девушка погибла. Сегодня следователи разрешили жителям зайти в квартиры, чтобы забрать личные вещи. Речь о квартирах 10, 11 и 12 подъездов, которые находились рядом с эпицентром взрыва. На месте сейчас работает наш корреспондент Рамиль Шайдулин. Рамиль, где ночевали жители? Когда им будет предоставлено жилье? Подлежит ли дом восстановлению? Слово тебе. Да, Миляуша. На вторые сутки после взрыва в пятиэтажке в 48-м комплексе Челнов активно идут работы. Спасатели разбирают завалы. И, как ты правильно заметила, сюда уже начали впускать первых жителей, чтобы они забрали личные вещи. Отметим, что ЧП коснулось каждой семьи из 10, 11 и 12 подъездов. Погибла девушка, с которой простятся уже завтра. Исполком берет на себя все расходы по организации ее похорон. И последствия взрыва очутили и те, кто не живет вот в этом подъезде, где был эпицентр происшествия. У кого-то лопнули окна, у кого-то пошли трещины по стенам. Но, наверное, не менее страшен весь тот эмоциональный ужас, который они пережили накануне. Давайте послушаем, как это было. Во время взрыва девочки были в комнате с мамой. Там выбило окна в двух комнатах в спальнях. Я была на работе, мне позвонила дочь старшая. И я прибежала, промчалась сразу. И собрала их. И мы уже одеты и вышли. Я даже, ну, не успели ничего взять. Мы вот зашли со следственным комитетом пока. Ну, мне дали две минуты собрать вещи. Я не знала, что взять. Всю квартиру не возьмешь. Мы часто ходим и с ребенком выходим. И машин много. И машина много. Это время было час пик. Ну, не могу. Вот, до сих пор трясет. Очень страшно. И людей жалко, и детей жалко. Это просто страшно. И не дай бог никому это увидеть и услышать. Это страшно. В нашем городе вдруг такое произошло. Это просто невероятно. Пока город отходит от шока, на месте продолжают работать спасатели. Как видно, территория оцеплена. Специалисты работают на высоте. Они скидывают фрагменты завалов. Жители, конечно, не дома, но и не на улице. Еще вчера им были предоставлены помощь и номера в местном отеле. Вот как это решение прокомментировали местные власти. В настоящее время организована поддержка для пострадавших граждан. Определяются ущерб. Сегодня будут определены меры финансовой поддержки всем пострадавшим. Как в 11-м подъезде, в котором произошел взрыв, так и в соседних подъездах. А также будут установлены обстоятельства, возможно ли для проживания соседние подъезды этого дома. После чего будет принято решение о возможности обратного заселения в квартиры пострадавших. До этого момента все пострадавшие будут обеспечены временным проживанием и горячим питанием. Да, и к слову, сегодня власти еще раз встретятся с пострадавшими. На встрече также будут представители исполкома, соцзащиты и полиции. Ну а впереди техническая проверка. Это основная процедура, которая покажет, пригоден ли дом для дальнейшего проживания. Ее проведут сразу же после, как закончится разбор завалов. Милявша, это все. К этому часу передаю слово тебе. Да, спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи из набежных Челнов был Рамиль Шайдулин. Погибшая при взрыве в жилом доме в Челнах 22-летняя Аделина Загрева была сотрудницей одного из предприятий КАМАЗа. Генеральный директор Сергей Кагогин, руководство и коллектив вырызли глубокие соболезнования семье. Аделина пришла работать в компанию автозапчасть КАМАЗ три года назад. Начала простым комплектовщиком. В сентябре этого года перешла на должность контролера и собиралась развиваться в новом направлении. Коллеги запомнили ее доброжелательной, веселой душой компании. КАМАЗ окажет материальную помощь семье Аделины Загрева, а также бывшим работникам, пострадавшим при ЧП. В больницах республики сейчас находятся трое пострадавших. 70-летнего мужчину, пострадавшего при взрыве газа в Челнах, сегодня транспортировали вертолетом санавиации в РКБ. В Казань могут также перевезти и 17-летнего челнинца, который сейчас находится в реанимации местной БСМП. Его осматривает бригада врачей из ДРКБ. Состояние оценивается как тяжелое. 11-летний мальчик переведен в Камский детский медцентр. За помощью самостоятельно обратилась и 48-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно. В истории со взрывом газа в Челнах у следователей появились несколько версий произошедшего. Первое. Хлопок газа мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению. Второе. Это следствие неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Сейчас все они проверяются. Напомним, следком возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах случившегося. На данный момент следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевших. Также назначены многочисленные экспертизы. Прошли обыски и выемка документов в управляющей и газообслуживающей компаниях. Может быть, какие-то будут предметы, которые будут указывать на несанкционированные моменты, связанные с потреблением газа, потому что слишком много прошло времени, 10 лет. Сейчас согласуем этот вопрос со строительными службами, которые МЧС, они укрепляли со вчерашнего дня подъезд, перекрытие, для того, чтобы не прошло обрушение момента осмотра нашей следственной группы.